всем привет так в общем буду гладить я гардины шторки и буду с вами девочки общаться как и обещала я вас спрашивала видео снять такой формат видео как стать блогером становиться или нет все плюсы и минусы многие написали да с ними расскажи как я стала блогером что начинаем приступаем я в прошлом видео кстати сказала что я начинала как раз первое мое видео было как я мыла окна ну как я к этому пришла девочки до того как я открыла канал у нас был канал у софии софия была маленькая мы снимали детские видео ну потом там разные пошли изменения на детских каналах и мы как-то перестали это дело забросили у софии видео я не снималась практически может быть там пару видео где-то я мелькала так не снималась только детский контент и все но мне нравилось мне это нравилось я смотрела девчонок которые снимают вот мне нравился формат видео влоговый вот вы дома там готовить убираете что-то делать вот такие видео мне нравились не очень хотелось снимать но 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 мне было тяжело переступить барьер показать себя но как-то я вот стеснялась а потом с другой стороны думаю ну ты же на улице ходишь люди же тебя тоже видят какая разница то ли в экране то ли на улице это в принципе одно и то же а еще и смотрела есть такой блогер такая блогер людо флорида ялта мне кажется многие ее знают часто я у нее на стримах сидела смотрела и в один прекрасный день она говорит девочки там ну хотите подзаработать открывайте канал и будете снимать хоть какая-то копеечка будет все тем более сейчас у нас телефоны к на которые можно снимать не надо покупать видеокамеру пожалуйста и она так меня смотивировала она ведь я поддержу открываете канал и снимите там хоть пару видео я так и сделала вот в один прекрасный день мыло окна взялась телефон не было у меня не штатива но мы к этому перейдем позже девочки все будут поставила на тумбочку телефон влепила не знаю на что его там поставила вот так начала снимать 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 ну в первую очередь вы должны готовы быть к тому что много бывает хейта люди будут вас по по вашей внешности по всем проходили в общем и вдоль и поперек вы должны быть к этому готовы вот я чего вот представьте например зайдите кому-нибудь на канал популярному блогеру и как там его хает вот представьте что это все пишут вам вот сможете вы это все вытерпеть если да тогда пожалуйста девочки открывайте и видите что для этого надо так как у нас сейчас телефоны все замечательные берете телефон и начинаете снимать ну понятно но если вы пользователь ютюба у вас уже все равно есть свой аккаунт пожалуйста и заливайте загружайте видео некоторые начинают вести канал начинают покупать разное оборудование там все для видеосъемки не спешите с не спешите может вы поснимаете месяц-два и скажете нет это не мое так что не спешите я начинала у меня не было ни штатива ничего мне было какая-то не очень удобная сэлфи палка раскрываем вам секреты на эту сэлфи палку я крепила телефон она еще все время вот так опускалась какая-то была не очень удачная но ее же надо было куда-то поставить там же нет треноги ничего я брала вазу вазу вставляла полотенце туда сэлфи палку и это был типа мне штатив вот так и пользовалась наверное полгода микусь микуська я занята вот такие девочки пользовалась полгода и и потом решила что надо мне срочно штатив потому что это неудобно и купила я себе штатив кстати на него я сейчас снимаю он не из дорогих и до сих пор я им пользуюсь единственное там верхушка ломалась этом другим заказывала более удобные монтировать можно все делать в телефоне раньше когда у софии был канал я монтировала компьютер садилась за компьютер и может и сейчас так девочки кто-то монтирует мне удобно в телефоне очень есть бесплатные видео редакторы где вы все свои видео склеить и не будет все замечательно единственное надо быть очень внимательно с музыкой но в ютюбе есть такое правило авторские права если у вас нет авторских прав на это ну на эту музыку то тогда ее ставить нельзя youtube на это строго за этим следит если у вас стоит канал на монетизации он не будет у вас монетизирован музыку можно выбирать платную музыку покупать тогда без проблем вы можете ставить то которая вам нравится если вы купили у вас есть на это разрешение или же есть большая фонотека в ютюбе ну там музыка так себе что-то выбрать можно девочки вот так я пришла к этому и начала снимать видео я говорила скажу я вам или нет сейчас бы я открыла канал или нет вот я последнее время этим задаюсь часто вопросом ну мне нравится если бы не нравилось тихо микки я бы наверное прекратила снимать мне нравится даже бывают такие моменты да там нет настроения не хочется все но потом ты это как-то отвлекаешься и какой-то момент и все равно берем берешь быстрее в руки камеру ой надо снять надо снять это уже как у тебя машинально автомате ты идешь там где-то раз сразу сумочку телефон достал ой сейчас сниму сейчас сниму ну так что он уже привычка такая снимать можете девочки кто хочет открыть канал зарабатывать денежку снимать можно все что угодно влоговый канал считается самый тяжелый это тяжело вести показывать себя семейную жизнь и все про себя ну как вы некоторые пишите счастье любить тишину хорошо вам хочется открыть можно что угодно рукодели если вы рукодельничаете готовите можете себя вообще не показывать руки свои там показывайте готовьте снимайте кто вяжет кто занимается может у вас сад красивые цветы как вы выращиваете это все можно снимать все можно снимать не знаю какие-то книги про книги рассказывать вот кто такой любит читать много знает советовать люди тоже смотрят такие видео можно снимать на любую тему на любую ну надо готово быть к риту или же или же просто закрывать комментарии ну закрывать комментарии мне не нравится например мне нравится общение с вами дорогие зрители всегда я всегда читаю все комментарии не всем сейчас получается когда у вас 2-3 комментария в начале вы отвечаете когда их с каждым разом больше 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 и больше ты всем ответить не успеваешь но я стараюсь хотя бы каждому поставить сердечко что я ваш комментарий прочитала вот некоторые считают какой-то бывает плохой комментарий я поставила сердечко это не значит что он мне нравится просто я его прочитала все я поставила поблагодарила человека за комментарий даже если он не очень хороший надо надо было чтобы вы мне вопросики позадавали тогда я знала что вас больше интересует потом еще кто начинает просто так ну как вы только начали снимать да видео все главное регулярность видео выпускать видео регулярно если вы будете выпускать видео раз в месяц ну не знаю долго вот если я выпускала видео раз в месяц вам бы интересно было ждать месяц нет наверное вот постоянство регулярно все у вас идет хотя бы там ну если тяжело каждый день каждый день тяжело снимать я снимаю каждый день в течение уже четырех лет ну можно там поставить например ну три раза в неделю выпускать видео вот так можно конечно за три если три видео в неделю вы можете собрать какой-то ну больше формат интересный может снять каждый день тяжело девочки я вам скажу сними потом смонтируй хотя монтировать я обожаю мне очень нравится монтировать я это делаю в основном ночью когда уже все спят если видео минут как вы любите на тридцать бывает монтируется долго бывает по-разному смотря какое видео да где вырезать где обрезать там монтировать легко сейчас много редакторов сейчас то есть пятая на десятая уже начала прыгать смотрите вы создали канал открыли все снимаете видео и думаете сразу будете зарабатывать деньги нет вам надо набрать тысячу подписчиков и по-моему четыре тысячи часов просмотров у вас должно быть за год вот если вы в течение года по-моему четыре тысячи часов просмотров не знаю может сейчас по-другому девочки я сейчас не знаю это я как рассказываю вот как было вот тогда вы можете уже все подать документы все там оформить на монетизацию прям да подать документы все это оформляется как положено в нашей стране конечно маленький за монетизацию за тысячу просмотров я не знаю там платит доллар щенто чтобы получить доллар щенто надо чтобы твое видео просмотрела там тысячу раз человек просмотрел тысячу раз тогда тебе заплатят доллар вот считайте чем больше просмотрят тем больше вы заработаете когда я начинала открывала открыла канал вот вела подписчиков вот где их взять маленький у нас маленький городок думаешь ну что тут снимать я вот решила блог вести мне нравится блог все и вы начинаете многие так делают ошибку все блогеры которые давно начинали многие так делали начинали делать взаимные подписки маленькие каналы друг друга поддерживают ты на меня подписался я на тебя и вот так друг за дружкой мы идем набираем тебе надо набрать 500 подписчиков а то что сейчас я к этому перейду вот вы набрали да но ты подписался вот я помню я дошла было 500 подписчиков у меня но тебе же надо взамен тоже ты на кого-то подписался и надо смотреть видео человека поддерживать вот представьте 500 каналов мне надо каждого пересмотреть и ты понимаешь ты может пересмотрел а тебя никто и смотреть не будет наверно так оно всегда и было и все пишу время не набирается а вот может пролететь и если ты за год по моему если ты не набрал 4000 просмотров то это все по моему аннулируется вот по моему не знаю как сейчас и я решила все нет не буду я никакие взаимные подписки ты на меня я на тебя хотя в этот период я познакомилась с девчонками тоже которые начинали вести каналы есть девочки с которыми мы общаемся и сейчас до сих пор многие забросили так и каналы ну на месте стояли так и забросили некоторые так и продолжают со многими да познакомились и общаемся и я перестала думаю все не буду я взаимками заниматься и буду вот снимаю видео и все снимаю и снимаю потом некоторые девочки мне писали когда ну мне там видео выстрелило это было перед новым годом и я по моему рецепт грибы маринованные готовила и это видео так выстрелило хорошо много подписчиков пришло просмотры все нормально я выскочила уже на монетизацию те которые они уже каналы забросили они не ведут но они мне да они мне писали как ты я ж им рассказываю как и было но мне ж никто не верит ты обманываешь ты покупала рекламы честно скажу вот сколько я веду канал я ни у кого никогда не заказывала рекламу не просила чтобы единственное вот Люда Флорида Ялта вот в начале она на стримах когда я создала канал она девчонкам говорила вот поддержите подпишитесь от нее тоже пришли люди это было в начале вот она вот вот так а чтобы я там платила деньги никому не платила ничего я вот сама вот как идет идет главное если тебе нравится то оно и получается так что взаимками не занимайтесь девочки это все неэффективно неэффективно и конечно общение тоже со зрителями есть некоторые например вот снимают видео вышло видео выпустили все вот заходишь на канал а реакции нет никакой там например видео там два месяца назад вышло все человек вообще ни сердечко не поставит ни комментарий никому не напишет мне кажется все равно надо общение а как не общаться ну вы же смотрите мне кажется и вам приятно что я вам отвечаю я когда еще не была блогером там если кому-то писала я редко кому писала комментарии если мне блогер ответил боже и все даже сердечко поставил я такая рада мне так приятно и это было но и думаю если я с вами так общаюсь вам тоже приятно что не просто так ает не знаю напишите приятного мне карта для этого ну не было приятно когда мне если отвечали то вообще ази даже если сердечко ставлю не было что вот меня заметили мне поставили сердечко прочитали мой комментарий ну за этот я вам сказала по поводу оборудования всякие штативы такое вот ну попробуйте хотя бы так для себя поснимать понравится вам или нет многим не писали в этот и мне хочется открыть но я боюсь но если боитесь тогда не надо открывать а чего вы боитесь ну шо вас съедят или шо вам сделают если будут кстати вот в америке не так часто вообще такого нет хейта как именно у нас вот не знаю почему у нас очень люди не знаю может злые все какие-то ничего вы их блокируете и все это же не ваши проблемы если ему что-то не нравится этому человеку и точнее это и вас не касается это ему не нравится у вас все хорошо не обращайте на это внимание я вот сказала не покупать штатив и все остальное но если вы будете кулинарный канал вам обязательно штатив понадобится они сейчас недорогие вообще это стоит недорого ну разное оборудование есть и дорогое так что девчонки кто занимается там творчеством каким-то вы тоже можете выкладывать свои работы показывать может вы вышиваете красиво а кто-то хочет научиться вышивать мы лыжи сейчас если что-то нам надо узнать как сделать куда мы идем все как там зашить дырку на курточке красиво чтобы не было видно все пожалуйста может кто-то швея рукодельница вы можете это показывать и рассказывать вот так все смотрим вот может ваши видео пригодятся тоже кому-то в общем девочки если вас интересуют какие-то вопросы спрашивайте не стесняйтесь не стесняйтесь может что-то упустила что-то не рассказала но это занимает правда много времени вроде бы так кажется ну что там сняла пока ты это все здесь если видео был один раз в неделю это было бы вообще так легко мне нравится вам на получать удовольствие правильно так сейчас буду уже развешивать это я уже вторую вложу сейчас доглажу окошко чистая такой красивенькая сегодня гладишь гладишь а там где-то пропустил кусочек еще скажу вам на прощание девочки чем хороша эта работа ты можешь работать независимо в любом месте в любой точке земли и и у тебя всегда ты можешь заработать денежку ты не привязанный к работе а свободно пожалуйста ну это блоговый канал если путешествие это вообще круто и готовить поехал где-нибудь в другое место тоже готовь себе вышивай себе видео выкладывай все где-то не находился ты не привязаны к своей работе если что-то интересует пишите хорошо вдруг я что-то вам еще не дорассказал мне кажется я все вам рассказывать это уже темнее девчонки на улице все тогда я с вами на сегодня прощаюсь всем пока пока